Я возобновил данный проект, как и недавно мы возобновили битву аналитиков с Артемом Деевым. Напомню, на проекте ProTrading мы будем делать обзор рынка, делать разбор предыдущих торговых рекомендаций и видения рынка, которые я делал на битве аналитиков, также на предыдущих обзорах. Ну и плюс я буду добавлять какие-то моменты с обучения, пониманию рынка. Будем разбавлять, но это чуть попозже, так как я сейчас немножко в отпуске. У меня такой летний отпуск, первое начало отпуска, да, июня, я еще буду в отпуске в августе. Сейчас плюс у меня в данном отпуске я активно играл в футбол каждый день и получил травму, травму колена. Поэтому сегодня такой быстрый будет обзор рынка. Напомню, по всей информации, которую я предоставляю услуги, вы можете ознакомиться на сайте Кухта Кепитал, будет информация в шапке под видео, да. Там есть информация по обучению персонального наставника, напомню, там действует скидка 50% на текущий момент. Изучайте программу курса, пишите вопросы в телеграм, в фейсбук, куда удобно я на них отвечу. Итак, давайте вернемся к рынку, к графикам. Давайте начнем с индекса доллара. Напомню, индекс доллара я активно советовал покупать среднесрочно данный актив. Вот я вернулся несколько недель назад на битве аналитиков, где-то в конце мая, да. И вот эти все моменты я советовал только среднесрочно покупать данный индекс. И, в принципе, я дублировал эти все идеи на другие валютные пары. Так как индекс доллара очень тесно связан, как мы знаем, с евродолларом, с франком, с фунтом, НЗД, там, Ауди, канадский доллар, иена и так далее. Да, иногда бывают моменты, когда на рынке идет раскорреляция небольшая. Допустим, по всем парам, условно, да, доллар падает, да, в какой-то паре берем, там, доллар-иена, она бывает делает свои нюансы, или канадский доллар. Ну, любая может быть, это как пример. Она может идти, условно, на всех парах падает доллар, а на этой паре доллар укрепляется. Ну, как вариант, да, это можно, в принципе, заметить. Я думаю, кто активно эти пары торгует, понимает это все и так далее, да. Это может быть укрепление в какой-то моменте, день-два, так и может быть раскорреляться достаточно сильно. Поэтому это нужно учить. Итак, что касается индекса доллара, данный индекс я советовал в последний месяц только покупать. Как мы видим, покупки себя неплохо отработали. Да, в пунктах это немного, но если посмотреть вот так на такой график за последние несколько месяцев, то мы видим, индекс доллара достаточно хорошо укрепился практически на две фигуры. Для индекса доллара это много. Здесь было очень хорошее накопление по данному активу, да, в этом диапазоне. Мы его отработали, да. Цели я ставил среднесрочные, что мы уйдем наверх, это как минимум вот сюда, да. Мы пока сюда не добрались и время покажет, уйдем ли мы туда. На текущий момент у нас вот давайте я вот так размечу график вот таким моментом, да, вот так. У нас возможен такой сценарий, первый сценарий, это для среднесрочного понимания, да. Но это уже нужно уточнять по мере, что будет рынок рисовать, потому что я могу сегодня одно говорить, или там на прошлых обзорах или битвах я одно говорил, а нужно все время сопровождать график. У нас возможен вариант, что мы застрянем в таком треугольничке, да, по индексу доллара и будем здесь еще, скажем, болтаться, да, как это, как первый вариант. Куда с этого треугольника мы выйдем, вниз или вверх, это время покажет, когда мы уже будем подходить к этим границам канала. Это первый вариант, что мы проторгуемся в этом треугольнике. Второй вариант, мы с него выйдем, как я говорил, и уйдем в долгосрочный рост по данному активу. Причина, почему, многие, скажем, уже давно хоронят с фундаментальной точки зрения, вот как мы знаем, но более подробно там Артем Деев говорил с фундаментальной точки зрения, почему доллар должен расти. Я показывал, почему он с технической точки зрения должен идти вверх, а не вниз. Как видим, отработалась техническая точка зрения, да, точнее не техническая, а модельная. То есть я рассматриваю рынок с паттерном модели, который рисуется на рынке. Потому что вот когда в мире случается, это с фундаментальной точки зрения, случается какая-то проблема, то, допустим, все активы, которые существуют, там, акции, другие производные активы и так далее, они все распродаются, и весь капитал, который был вложен в эти активы рискованные, он переходит в доллары, и все покупают в доллары, да. Поэтому это, как я вижу, с фундаментальной точки зрения. Что будет дальше? Уйдет ли индекс долларов вниз? Возможно, но это, скажем, это возможно, но нужно ждать, чтобы что-то нарисовалось. Потому что на текущий момент есть предпосылки для снижения индекса доллара. Давайте рассмотрим этот момент по евро-доллару. Я сегодня рассмотрю всего несколько инструментов, потому что они все одинаковые. То есть возьму индекс доллара, евро-доллар, золото, биткоин там вкратце, да, вот в таком, потому что там фунт, НЗД, австралийский, оно все практически одинаковое. Давайте возьмем евро-доллар. Аналогично я советовал только его шортить. Почему? В этой зоне, которая была у нас вот в данном диапазоне, здесь было видно, что здесь присутствуют продавцы по данному киу. Смотрите, вот обращайте внимание всегда на... Ну, я так вкратце это буду рассказывать, подробно нет, потому что подробность я рассказываю на курсе обучения. Вот смотрите, вот здесь видно, что здесь появились продавцы. Красный бар или свечек, кому как удобно. Снова появились продавцы, да. Снова появились продавцы. Да, в каких-то моментах здесь можно было и покупать, где-то покупки локально себя отработали, где-то не отработали. Да, вот здесь я думал, тоже евро немножко оттолкнется, как вариант, да, он не оттолкнулся, дальше продавился вниз. Но это есть два варианта работы, да. Среднесрочная, когда ты видишь и в тупую, да, работаешь в какую-то одну сторону, или там ты можешь локальнее еще какие-то интродэй или там свин-сделки работать против своей идеи долгосрочной, да. Потому что рынок это может рисовать. И вот когда рынок у нас идет вот так, идет в рост, как у нас был здесь тренд, и в какой-то момент появляются сильные медвежьи бары или свечи, то понятно, что возможно, снова идет рост, снова вниз, что это сигнализирует о снижении по данному. Это возможно, да. Если оно продавливает вот эту поддержку, то мы можем сильно провалить. Поэтому вот здесь я так категорически, это для тех, кто смотрел мою битву аналитиков, да, за последние несколько недель, есть тому подтверждение, вы можете посмотреть видео записи на канале А-Маркетс. Частично я выкладывал на свой канал некоторые видео, не все, позже выложу все. Транслирую эти все записи. Ссылочки даю в Телеграме, в Фейсбуке, да, чтобы вы видели. Но все есть на канале А-Маркетс, не пасфактум. Мы с Артемом выкладываем и так далее. На текущий момент, что по евро возможно? Мы сейчас тестируем, уже чуть-чуть пробили даже, но это, скажем так, такие фантазии, потому что сейчас, на данный момент, ничего на рынке конкретного нет. У нас был тренд, да, в апреле и марте растущий тренд по евро-доллару вверх. И сейчас у нас, возможно, это идет коррекция, а возможно нет, и мы уйдем в район 1.17. Если это коррекция, то, в принципе, здесь, где-то в этой отметке, там 1.19, возможно 1.18, у нас появятся покупки. Их пока нет. С точки зрения, скажем, фибоначи, да, кто торгует, они и есть в покупке, да. С точки зрения моей стратегии, пока я их не вижу. Почему? Потому что у нас просто идет падение медвежие, и чтобы здесь, скажем, купить евро-доллар, нужно нарисовать борьбу быков и медведей. Допустим, как вот было у нас вот здесь наверху, да. Вот смотрите, чтобы тренд у нас развернулся, у нас должна нарисоваться, скажем, определенный торговый паттерн. Аналогично здесь. Вот если мы здесь нарисуем паттерн в лонг, то я буду говорить уже на следующей неделе, там на битве аналитиков это понедельник или среда, я думаю, что это затянется на какое-то время. Буду говорить о покупках или о дальнейших шортах по данному активу. Это чтобы было, скажем, более надежно. Если с точки зрения Fibonacci, то в принципе можно где-то в этой зоне рассматривать покупки, но они рискованы. Если вы верите в дальнейший рост евро-доллара. То есть это не торговая рекомендация, это, скажем, просто более видение, потому что с моей точки зрения здесь покупки очень-очень рискованно. Это что касается евро-доллара. То есть мы должны нарисовать, вот, ну, скажем, у нас сейчас идет падение, да, идет падение. Должен получиться какая-то бычья активность. То есть нарисоваться хороший импульс наверх, потом с проторговочкой, да, потом снова какой-то импульс наверх. И тогда мы будем говорить о лангах. Возможно, другая какая-то модель нарисуется и так далее. Но здесь должна проявиться активность быков. Лучше зайти по худшей цене, но уже более надежно. Потому что бывают примеры, когда трейдеры спешат. У меня тоже бывает такое иногда, когда хочется войти по рынку, по лучшим ценам, но это не всегда срабатывает. Поэтому следите активно за обзорами, которые я буду делать активно. Возможно, этим летом, возможно, активно. Осенью точно активно будут делать и зимой. Следите за битвой аналитиков, и там я уже буду давать свои рекомендации. Обязательно соблюдать риски, потому что рынку наплевать на мое мнение и на мнение, возможно, других аналитиков, которые дают анализ, торговые рекомендации. Он идет куда ему нужно. Поэтому это нужно понимать и соблюдать риски. Если рынок идет против вас, вы теряете какой-то процент, а не весь, так скажем, депозит. Итак, это что касается евро-доллара. То есть здесь, согласно Фибоначчи, если мы закроемся выше 61 отката на дневках, возможно рассматривать покупки. То есть вот у нас коррекция с этого тренда. Выше 1.19.20, если закроемся сегодня, возможно рассматривать покупки. Есть еще у нас здесь тоже активная зона в 1.18. это 70 с копейками процентов отката по Фибоначчи. Это возможно, но более надежно мы должны нарисовать какую-то модель, допустим, что-то наподобие вот этого или наподобие вот этого, или наподобие вот этого. И как мы видим, вот эта фишка не сработала на разворот тренда, и только следующая сработала. И обязательно соблюдать риск. Дальше. Какой еще инструмент можно рассмотреть? Это золото. По золоту аналогично. По золоту у нас аналогично. У нас идет здесь тренд достаточно сильный, да. И пошла коррекция. Коррекция достаточно сильная. Мы как раз приблизились к откату 61%. Как видим, четко от него отбились. Плюс у нас здесь зона поддержки. Прошлая проторговочка, да. И уже есть какие-то бычьи предпосылки на рост по золоту. Здесь тоже... Вот здесь я видел шорт. Здесь ошибочно вошел на покупочку. Ну, скажем, советовал на прошлой битве аналитиков. Поддержал Артема, что возможен он. Хотя его здесь практически не было. То есть только поддержка. Никаких бэчих, вот в этой зоне бэчих баров не было. Поэтому вот не сработала идея налога. Как мы видим, вот чтобы здесь купить надежно. Первый вариант. Рисковали очень. Сейчас, возможно, да. Потому что у нас есть Fibonacci. Есть уровень поддержки. И второй момент, который я уже буду конкретно советовать. Возможно, более надежно. Это если мы нарисуем паттерн. Что-то наподобие, как вот здесь было, да. Что-то наподобие, как вот здесь было, да. То есть у нас должна проявиться бычая активность. То есть какой-то импульс наверх. С коррекцией. То есть проторговаться. И потом, возможно, наверх мы увидим. Если не ниже, и потом наверх. То есть вот такие моменты. Потому что сейчас на лицо мы видим сильное падение. Вот в таком формате. К примеру, вот здесь, наверху. Почему я советовал продавать золото. Вот смотрите, у нас шел рост тренда. И потом какой-то момент появился очень сильный медвежий бар. С этого медвежьего бара рынок развернулся. То есть это аксиома рынка. Кто изучал, советую поизвучать. Но это сложные, скажем, книги. По волновому анализу есть на рынке два типа движения. То есть импульсное и коррекционное. С импульсов рынок разворачивается. Вот это у нас было похоже на импульс. И этот тренд, он, скажем, сделал хорошее движение вниз. То есть развернулся. Это мы обучаем, скажем, на занятиях. Недавно у нас было на прошлой неделе занятие. Мы с ученицей как раз разбирали этот момент. Она, скажем, вот мы как раз разбирали золото. И цели у нас были по золоту как раз в этот район. На 1750. С этого момента как раз прогнозировали четко. То есть здесь и сильный уровень поддержки. То есть он был в декабре 2020 года. Вот здесь еще в апреле. То есть мы его тестируем. И четко отработали. То есть модель себя сработала. Дальше вкратце по биткоину. По биткоину сейчас он застрял в канале. Между 40 тысяч и 30 тысяч. Я активно на фейсбуке иногда некоторые моменты по биткоину освечиваю. С точки зрения торговых рекомендаций. С точки зрения опросника. Сейчас возможно снижение в район 30 тысяч. Если пройдем 30 тысяч. Дальше будет тоже возможно хорошее падение. То есть как мы видим. На текущей неделе мы подошли к уровню. Уровню 40 тысяч. Мы не смогли его пройти. И сейчас отбиваемся. Возможно будем дальше падать вниз. Если пройдем 40 тысяч. Закроется выше дневная свеча. То можно будет говорить о каких-то дальнейших покупках. Это с точки зрения трейдинга. Если вы там активный. Скажем холдер. Инвестируйте в биткоин. То в принципе сейчас цены хорошие для покупок. В долгосрочной перспективе. По сравнению с тем что было недавно. Биткоин торговался 60 тысяч. У нас сейчас дисконт практически 50%. И если вы верите в дальнейший рост. Он возможен. Как вариант. Можем уйти там на 100 тысяч. И выше. Но это я думаю в долгосрочной перспективе. Не будет уже таких халявных быстрых денег. Нужно будет ждать и год и два. Поэтому. Такие рекомендации. Для тех кто активно торгует с плечом. Я думаю что возможно здесь будет падение. То есть все что меньше 40 тысяч. Закроемся выше 40 тысяч. Рассматриваем покупочки. И так я думаю на этом все. Другие инструменты нету смысла анализировать. Закончим вот на таких моментах. Если будут вопросы пишите в комментариях. Как видим на рынке есть. Подытожим. Моменты когда возможно торговать. Есть моменты когда нужно садить. Почему большинство проблемы на рынке. Потому что они пытаются каждый день ловить какие-то движения. Чем отличается профессионал от любителя трейдера. Потому что мы знаем что большинство с нас любители трейдеры. Потому что профессионал занимается трейдингом. Активно изучает какие-то стратегии. Тестирует их. И так далее. Любитель он имеет основной какую-то работу. Основной какой-то бизнес. Какое-то занятие. И параллельно занимается трейдингом. Как может любительский. Так может и профессионала. Профессионально в принципе этот человек заниматься. Поэтому на рынке профессионал он ждет. Он как скажем охотник. Как охотник. Как снайпер. Который выжидает свою жертву. Когда она рисует. Когда рисуется на рынке какой-то определенный паттерн. Синкользирующий о покупке или продаже. Тогда он входит. Когда он пытается словить все движения. Быть все время в рынке. То это не профессионал. Это мы имеем ввиду трейдеров. Инвесторы. Понятно. Они в большинстве случаев в рынке. Все время позиции у них активны. Но в большинстве случаев. Иногда пассивные. Ждут. Выжидают более хороших цен. Но вот такое отличие. В следующих обзорах. Когда у меня будет больше времени. Будет получше со здоровьем. Я подготовлю уже больше информации. С точки зрения обучения. Буду делить эфир. Ну где-то чтобы не длинный был. Где-то минут 20-30. 5-10 минут уделять на анализ рынка. Если что-то будет на рынке. Я буду советовать. Если чего-то не будет. Я буду говорить. Нужно ждать. Следующих обзоров. Следующих бит. Чтобы я что-то сказал конкретное. И там остальные. Там 10-15 минут. Буду уделять. Времени анализа. Времени обучения. Сегодня я вкратце рассказал. Как нужно ждать. Каких-то точек ухода. Нужно накопление. Просто так. Покупать на рынке. Или продавать. Нельзя. Итак. С вами был Виталий Кухта. Про трейдинг. Будут вопросы. Пишите. А более активно. Ставьте свои вопросы. Под битвой аналитиков. Напомню. Какие-то вопросы. Не просто там. Пишите. Я там покупал. Я там продавал. Я там брал советы. Воспользовался советом Артема. Воспользовался советом Виталия. Заработал. Потерял. И так далее. Это нормально. Не нужно бояться. Чтобы у нас был какой-то фидбек. Фидбек от вас. Как-то вот так. Поэтому. Фидбек от вас. Воспользовался советом. Фидбек от вас. Продолжение следует...